Движение, жизнь, а в современном мире жизнь это передвижение машины, поезда, самолеты, пересадки, взлеты, прибытие в пункты назначения. Такова головокружительная повседневность. Но пора сделать остановку, подумать, как и зачем мы путешествуем и проложить маршрут в будущее, когда потребление углеводородов сведется на нет, а передвижение станет экологически рациональным. На интернет-сайте проекта CommandVisions на этот счет представлено много идей. В поисках ноу-хау мы отправились в Лиссабон и узнали мнение ведущих специалистов, которые успешно разворачивают городской транспорт в нужном для сохранения планеты направлении. В их числе профессор Тьяго Фарьеш. Он помогает властям поставить португальскую столицу на экологически рациональные рельсы. На сайте CommandVisions уже месяц идут дебаты. Чтобы передвижение стало экологически рациональным, нужно менять поведение людей или задействовать новые технологии. Каково ваше мнение? Каково ваше мнение? Благодаря найденным решениям за последние десятилетия существенно улучшилось, а люди этого не замечают. Что является ключевым препятствием на пути перестройки транспортной системы здесь, в Лиссабоне? Необходимо, чтобы люди увидели мобильность в ином ракурсе, когда главное это не движение, а достижение пункта назначения. Само перемещение в пространстве не цель. Это средство выполнить вашу миссию, которая заключается в том, чтобы добраться до магазина или получить информацию. А быть экологически рациональным в первую очередь означает, что человек должен задать себе вопрос, нужно ли ему действительно трогаться с места. Ведь можно использовать современные технологии, задействовать интернет, но если ехать действительно нужно, тогда надо понять, зачем, с кем и каким образом. Если ехать, то как? Вот в чем вопрос. Транспортная структура Лиссабона разнообразна, но новые идеи, такие как электромобили, муниципальные велосипеды, пользуются поддержкой видных политических деятелей, в том числе и мэра португальской столицы Антонио Кошта. У вас грандиозные планы по перестройке транспортных сетей и самой системы передвижения в Лиссабоне. Что вы собираетесь предпринять? Мы расширяем общественный транспорт, внедряем новые средства передвижения, в частности, велосипед. Сейчас мы инвестируем в создание инфраструктуры под зарядки электромобилей, ведь именно движение на электричестве будет новым эталоном для частного транспорта. Давайте поговорим на чистоту. Вы же политик. Какие мотивы вами движут, когда вы делаете подобные инвестиции, вы рассчитываете набрать голоса? Ничего подобного. Сейчас количество владельцев электромобилей ничтожно мало. Еще долго в городе будет больше парковочных мест для электромобилей, чем людей, которые на них ездят. Но долг политика предвидеть нужды, которые возникнут в будущем. Португалия – страна, которая переживает экономический кризис. Можете ли вы действительно оправдать инвестиции в новую транспортную структуру? Кризис – это хорошая возможность, наконец, делать осмысленные вещи. Инвестиции в возобновляемые источники энергии и в электромобили необходимы нам на национальном уровне. Одна из наиболее важных составляющих кризиса – внешний долг страны. И его добрая половина – это оплата расходов на энергетику. Мы вкладываем возобновляемые источники энергии, потому что в стране для этого есть необходимые условия – солнце, вода и ветер. Словом, все, что поможет нам вдвое сократить зависимость Португалии от внешних энергетических ресурсов. В Португалии всерьез решили проложить транспорту будущего новый маршрут. Но есть ли решения, которые можно применять и в глобальном контексте? Об этом мы беседовали с одной из участниц Лиссабонского проекта, экспертом по вопросам европолитики Салли Нишоу. Многие считают, что добиться экологически рационального передвижения можно лишь убедив людей меньше путешествовать. Если вы с этим согласны, то как добиться цели? Да, я думаю, что одна из составляющих ноу-хаус – подвигнуть людей меньше путешествовать. Это настоящий вызов, но таким образом решается и другая, не менее трудновыполнимая задача – сократить потребление углеводородов. Хотя люди уже сейчас могут сократить разъезды, беря работу на дом, устраивая виртуальные встречи и пользуясь услугами через сеть. Мы видим, что молодое поколение, интернет-поколение прекрасно чувствует себя в подобной ситуации. Количество новых технологичных решений для легковых машин можно по пальцам пересчитать – электроаккумуляторы, топливные элементы, гибридные автомобили. А фаворит среди них есть? Похоже, речь идет о нужной машине в нужное время и в нужном месте. Что касается электромобилей, первоначально успехом будут пользоваться и те, что работают на электроаккумуляторах и гибридные модели. Они уже и на дорогах, и в разработке. Думаю, лет через 20-30 настанет время транспорта, работающего на водороде. Но, конечно, многое будет зависеть от инновационных решений, касающихся моторов, коробок передач. Какова энергетическая смесь будущего? Органического топлива становится все меньше. Что мы получим взамен? На данный момент предсказывают, что уже к 2050 году альтернативное топливо заменит органическое в области транспорта. Но единого кандидата не существует. Действительно, получится некий коктейль. Скорее всего, его ключевыми ингредиентами станут электричество и биотопливо. Но речь также идет и о метании и синтетическом топливе. Лишь совместив новые технологии с новым поведением участников движения, человечество получит, наконец, возможность отправиться в экологически-рациональное путешествие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...